в эфире программа час пик сегодня проведу я станислав кучер и наш гость сегодня михаил ефремов с которым я имею честь быть знакомым давно поэтому наверное будем разговаривать на ты лишь привет итак для начала геннадий венгеров замечательный человек которого нет с нами однажды назвал вас поколение 80-х восьмидерастами да да там у нас я помню геночка сказал кто-то нас снимал то ли а тв то ли кто его там сидели говорили просто шестидесятники шестидесятники слушал слушал а мы восьмидерасты кто такие восьмидерасты я помню еще что мы обиделись каким-то что-то восьмидесятники могу сказать нет восьмидерасты ну как восьмидерасты это те кто застал наверное самые счастливые перетрубаться и стране во всяком случае по моему мнению то есть где-то с 85-го по 90-й то есть это момент перестройки под выскорение его он имел ввиду всех кто жил в это время я думаю определенный круг актеров нет я думал ввиду поколение я думаю но и ввиду я вы самые на твой взгляд лучшие дети шестидесятников стали потом восьмидерасты сам оговорил а мы не нужны самые трудные черты этого поколения мать попробуй сформулировать ну что половина этого поколения не догнала а половина это поколение дырного и поэтому поколение такое расколото много из этого поколения людей которые не понимают других людей из этого же поколения есть кто-то не сумел принять там не знаю сначала пожалуйста гробачева потом там ельцина потом чеченского войны потому что там только не было там но зато понравился шокрым а кто-то наоборот вот это все не принимал не принимал и крыму не нравится но таких вот тоже очень много это все вот эти восьмидерасты которые которые попробовали больше чем другие поколения не говоря уже о молодежи которая родилась в конце 90-х мы же увидели все практически мы видели советский союз мы его помним мы помним это время я в армии служил 82 84 советский союз а потом когда вот гробачев и поднеслась вот эта вся штука но мы еще конечно театр студию создавали на этом всем это понятно что время было идеалистическое романтическое как угодно зови конечно в генийных этих словах есть немало сарказма и иронии но все равно это такое вот как мне кажется поколение которое увидела и демократию и свободу и жуткую рыночную свободу там да и и войну даже несколько войн сейчас то есть вот интересно отключение что в россии про каждое поколение говорят с одной стороны что она потеряна а с другой стороны про каждое что на него вся надежда а у меня был друг который как раз старше меня лет на десять то есть он 62 года рождения с ним работали и он говорил что вот мое поколение оно особенное потому что мы уже не допустим это говорил в начале девяностых мы не допустим горел возвращение ухо нет абсолютно то же самое мы очень крутые потом то же самое я говорил про наше поколение на же я же говорил все равно это одни говоришь им очень крутые мы допустим авторитаризма авторы сидели думали скорее бы авторитаризм пришел что вот это все вот это раздражает именно вот так вот это водораздела есть кто-то более хочет вперед а кто-то хочет как было как это нет везде этот раздел есть кто-то более прогрессивен кто-то на вот реакционе но во многом только какой ты наверно определяет опять же семья окружением козья там конец а поля что каждый из нас это во многом сын своих родителей дочь ребенок профессии очень уроки и всегда по ощущениям так еще что наверное михаил ефремов с детства прекрасно понимал чью сын и вот как в детстве в чем внук чем праправнук там у меня знаешь ты будешь очень я был форс-мажором я бы даже сказал ну как у меня же вот если так про прадедушка мой основатель перевел библию на чувашский язык триста школа главной улице яковлева и библиотеками яковлево в чебоксар пусть он там не был никогда потому что на симбирск но он действительно заместитель отца ленина по просвещению в этом потом у меня дедушка это по маминой линии дедушка у меня создатель египетского зала музеи не пушкина изобразительных искусств там он выиграл даже его фамилия некрас бабушка и просто дедушка по маминой линии тоже один борис покровский чего стоит ну просто этот дед мой прямой ну как он великий величайший оперный режиссер так что когда папа был великий мрак актером величайшим да но был же еще и дедушка который еще в дом то есть там опера а тут драматический театр то есть в принципе слава богу что я не сошел с ума происхождение давила или наоборот давала крылья но наверное то и другое наверно в каких-то моментах давила было неудобно было неловко а конечно не крылья давала энергию же как же тут когда спросил был ли мажором я имел ввиду не происхождение неизвестных предков а скорее за выпендрешь желание я учился в 31 школе это за мхатом на тресском бульваре это мажорская школа это серьезное было меня потрясение когда я учился в шестидесятой школе до четвертого класса четвертого классе совершил хулиганский поступок у меня назвали фашистом и выгнали из пионеров но и школы и перевели меня напомни пожалуйста тем зрителям которые плохо читают википедию и прочие источники что это было за страшный поступок ну какой я с мальчика трусы сдернула в раздевалку девочку мальчик или трусы баба не мальчика вот без трусов к девочкам раздевал ха 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 ну блин и сказали что вот все там он заикаться начнет теперь но не начался нормально и вы и оттуда меня родители забрали отдали вот как раз за соседний дом с папиной работой чтобы как быть присмотром тоже был потом уже в этой школе там я увидел что ребята-то ходят не в школьной форме а в джинсах что ребята пишут паркерами что все какие-то сумочки это более того пришло восьмидесятых это не ясно месяца не до конец от 70 где-то 4 77 уже в джинсах уже позже тогда ну там ну как у меня в одном классе у меня а и б были классы у меня в одном классе училась внучка промыслова а другом внучка устинова промыслов это тогдашний собянина устинов это тогдашний шарьгу ну как ну конечно там утром 8 30 подъезжал до хрена черных машин привозили детей в школу там все было у вас блоки это градация мажорская у нас мажорская градация была такая в 31 школе когда я пришел туда учиться и там меня встретили так там ну и чё там и в общем туда пришел антон табаков который учился на три года старше меня но в этой же школе пришел сказал если кто чего так вот со мной ли вы будете потом я также приходил чем когда я уже подрос стал там классе девятом я также приходил восьмом я также приходил 6 7 класс фиде костюмихалков и говорил этому всему классу 6 кто их тронет того в общем такая мажорская солидарность была я когда говорим еще не когда я спрашиваю по градацию подожди я имею ввиду ну допустим там санта на эти политиками меня не было с антоном школа с антоном в классе по моему с антоном в классе не учились никита хрущев внук хрущева и сережа аллилуев внук стали то есть приставку писать какая школа какие там вообще вот эти все штуки ну вот мне хоть но не я могу не я могу за помой на мой взгляд раз владимир поэтому я хочу понять как строились отношения между такими детьми вы мерились родителями нет не мерились родителями не мерились но мере все время какими-то типа там машинками потом чуть постарше стали сигаретами солим будешь когда туда же пришел даже даже в пятом классе мы стали солим будешь или есть не хочу потому что я подумал что это солями имеют ввиду колбасу а уже покуривали такие никто даже не знал о сочетании таких сигарет с я почему так спрашиваю про детство и праву цветом ажорскую среду потому что это же вечный спор портит изобилие и возможности ребенка или нет или наоборот раскрывают перед ребенком свет я не знаю как ответить и когда-то какой-то интервью давала и я перефразирую пушкин сказал черт черт меня дернул да с моим талантом родиться на прямо если перефразировать если ну это ну что это такая штука который с тобой всегда ты ему честь не не можешь сделать и отношения людей она такое когда этом в институт поступал на конкурс прошел на удивление в школу студиум хат когда объявляли фамилии кто прошел на конкурс объявили мою и сзади девочка девочки с вами эти говорила я слушаю слушаю это с собой всю жизнь я так понимаю же и дети монеты слышат вижу много стереотипов до вот так называемых простых людей больше простых людей не бывает мы сжимаем ажиотип это не яблони от яблони яблок от яблони далеко падает например ноги на дети гением природа отдыхает я не помню приписывает андрею кобзону а дети гениев отдыхают на природе мне нравится тоже я имею ввиду что люди думают что вам детям знаменитостей все очень легко дается открываются все двери и в те же театральные вузы дети актеров поступают просто потому что преподаватели априори считают что они талантливые выдающиеся и прощают то что не прощает в твоих словах большая доза правда конечно но я бы понимаешь тут разные мажоры уже бывают ты говоришь есть по театральных мажоров театральных но сейчас это уже не так я думаю советское время это было так потому что до артиста все-таки писатели это самое это было элита а сейчас уже как сериалов много стало как ютюб появился это ладно мы мы последний из мегикан застали еще чтобы теперь я в последнем сериале советском снимался телевизионном серийном фильме дубровский и в первом российском королева марго я но это конечно уникальность жить родиться и вы прожили на стыке эпох конечно на стыке прихода вот всех этих новых технологий на появление интернета это все вот это на выхода этого человека не ярко я надеюсь что нет я не я это все я не нравится я помню не я считаю что даже сейчас когда в россии когда все там так или иначе мы вам было но все лучше чем даже при супер приписать при сабдепе это ебну это юную это как бы в моем моей памяти потому что да это просто из риска как мы просто просто врали все мы говорили одно а делали другое а думали треть хорошо продолжаем путешествие во времени вот потом закончились восьмидесятые точнее в конце восьмидесятых случилась перестройка глобальные перемены мы середины сначала как все это было это сначала водку запретили когда водку запретили года два там полтора было до ужаса там с двух часов когда продавали безумные очереди вот это все восемьдесят пятый год 17 апреля даже помню когда указ был борьбе с алкоголизм вот эти и когда вот с водкой так жестко сделали я так понимаю года два копились деньги вот кто водкой торговал там по подвалу это таксисты там вот это все копились деньги потом значит а про пропал этот закон восемьдесят восьмом году когда стали открываться как правительные кооперативные рестораны на там уже внуках сторона же должен торговать вот и эти деньги на я так думаю пошли дальше и стали развиваться в 90-е годы вот начало 90-х и ельцин и вот и 91 и 93 год на 91 я не знаю правда потому что мне 16 августа 91 года у меня родился сын николай семнадцатого у него в чемкенте на съемках 17 августа мне там сломали челюсть ну была скажем так не штатную ситуацию местного и честь она была связана с возвращением свободно не дроне дроне от не делал не водки там было там было там был не поняли друг друга там каскадеры там и я и ребята там казахи которые плохо понимают вот ну вот это неважно почему 17 этом пролежал не 17 а самоли 18 там пролежал 19 августа 91 года я летел через ташкент значит в москву прилетел и меня привезли на метро семеновской части на целевая хирургия там было и ко мне ходил значит 19 20 20 на 21 он был у белого дома ночью а днем приносил а я вот это сломал челюсть нижнюю и вот здесь все перевязано невозможно открыть рот вот так вот все время ходишь и поэтому никита высоцкий мой давнишний друг он знаешь защищал демократию белого дома ночью потом чуть-чуть спала потом брал водки и сука привозил мне вчера и рассказывал мне как вам демократия в опасности и безопасность вот тогда но тогда еще не было понятно я даже помню момент когда стало понятно что же это меняется тогда она буча какая-то но как бы вот так а в 92 год я помню вот при новый год 2 по моему января отпустили цены я помню мы встречались с серёгой шкариком новый год на дюдюкались у нас там что-то бы еще не двигали 2 января а поскольку он жил там рядом с елисейским гастроном мы пошли 2 января утром за ну за вином там ну прохмельянцы там что-то на и мы зашли в этот елисейский магазин часов там полдесятого утра вообще никого нету только стоят несколько человек не знаю 30 пенсионеров которые уже смотрят на эти цены и вдруг все появилось эти цены и было там штук семь или восемь телекамер разные цены как вам цены спрашиваю ну как вам как помогите даже ответить ничего не могу вот это вот и тогда я понял вот эту действительно это пошла какая-то подвиг суши а был момент когда ты решил что страна поменялась все здорово классно было еще нет гордости что ты живешь переломное время вокруг меняются куда да да и никогда больше коммунисты авторитаристы не вернутся ну может быть да может быть когда по моему анатолий борис чубайс сказал что мы в биле последний гость в групп коммунизма когда крышка вруба но когда ящик из-под ксеркс сервисе деньги носили когда они отбили году сняли от барсукова кого-то еще ну вот кружок у жакова зовут как да когда получилось тогда бы его такой но не эйфории я не могу сказать было конечно зависть безумная зависть дмитрию харатьяну потому что он ездил просто объявлял он был объявлялся может он сам пел гордо марина наверняка но по всем этим городам когда голосу или проиграешь ты же не будучи ли говорить сколько они будут на 96 да да и он везде просто объявлял артистов а зависть почему потому что потому что он спасал дима то что какие бабки то есть зависть не заработал не спасали демократии но еще платили за спасение демократии а я нет когда вообще впервые в своей жизни ты начал думать уже так всерьез про или того вообще не происходило вот а судьбах родины ну как некоторые типа куда идет моя страна куда идет мой народ был такой вообще или нет ну такое бывает часто я не в том смысле так панфосным просто дело если так вот станиславский мир и даченко старики мхатовский они искренне из так почитать их переписки что-то не искренне считали что вот они сейчас поставят вот этот спектакль и развитие россии пойдет там а вот сейчас вот этот и раз откуда ты знаешь как они искренне считали они на переписки это есть надо додору ютьюбе не раненос нет их и в ютьюбе нет но есть они же писали тогда перьями и еще не высохла так вот и это есть если это не так риска не считали потом весь что олег не дачи эфремов что юрий петрович любимых что поэтому и спрашивают они они это делали ощущая вот эту какую-то это не ответственность и не миссия нихера это чувство времени что это ощущение того чем люди как бы живут я же понимаю вот мы играем этого чапаева пустоту пелевина самый долгий по моему крыси и этот спектакль два самых долгих признах проект должен 20 лет видно абсолютно когда мы и выиграем что происходит когда начались все эти штуки в донбассе слова война иначе совершенно стал восприниматься этим залом так что это все очень тем более такого замечательного автора как пелевин который как бы и вашим и нашим и все из какого и поэтому на его текстах мы видим мы играем как меняется общественное настроение это не миссия это ощущение ну как бы ты чувствуешь общественное строение понимаешь что это об этом интереснее сейчас будет смотреть это можно сделать в любой пьесе это неважно как то ну конечно лучше чтобы ты нашел автор единомышленный какого-то я спросил потому что с некоторых пор совершенно очевидно что у тебя есть некая гражданская позиция или то что принято называть гражданская позиция то есть ты достаточно откровенно говоришь и показываешь что тебе не нравится в устройстве общества начать стесняться трудом ну кто-то стесняется кто-то не спрашивает я отвечаю и врать не надо ты имеешь ввиду что это гражданин уже это нужно не это это деньги зарабатывает давай только ли то есть иными словами правильно понимаешь если завтра сухов например предложил поучаствовать в проекте но не знаю гражданин президента пример в котором говорится путин исключительно в позитивном ключе в позитивном ключе да я бы я бы согласился на это было бы умереть от смеха пухнет позитивном ключе нам просто люди бы животики на дамы кстати вот так нам нам сделать следующий концерт пусть им так и назвать его путин позитивку копирай я готов василева заменить статьи что нет я думаю что тут все понятно это это не политическая позиция и гражданская позиция это как бы здравый смысл ну уже взорвить взрослые уже не дураки все как бы знаем как и что происходит и и просто иногда вот то что происходит она придает не то что уродливая на ближе дико смешные формы глупость такая иногда присущен правду нам кое-что хоть падаешь и называет смешные стишки мы на это делать шутим что многому выпуску парку чуть-чуть на что же не так сужи с людьми вот а времени мне люди которые защищают как раз позицию власти они говорят о том что но когда в россии был здравый смысл а что 70-е был здравый смысл а восьмидесятых что ли здравый смысл был студент или сейчас на твой взгляд когда их здесь ними студентов бьют а когда их здесь ними именно все пьют я тоже пью нет это понятно но я все время отличается я же жил все таки но я же помню вот тем канону кому сейчас нравится там тем конец семидесятых потом ну биологические они ведут на их место придем мы которым нравится как раз конец восьмидесятку же и 90 тоже мы там были молоды это ну как это ну так будет и моды так будет развивать а почему произошло то во что как раз не верили очень многие в начале девяностых а именно разворот в сторону более авторитарно очень многие не верили это понятно ну было бы большая как бы да были большие изменения в стране и после больших изменений ну если историк и любые меня наверно поддержит ну неизбежная реакция ну как освободили крестьян александр третий потом ну то есть это реакция другое девушку конечно на и страна запуганной народ как бы запуганный но это такая это не то что запуганная испуганная но это генетические генетические строки знаешь сейчас длинный вопрос задам то что в нем будет история в девяносто первом году я путешествовал по америке и путь как раз встретил во флориде и потом менями своим другом с кем мы путешествовали звали в разные программы в том что позвали в эфир телеканала сиспен где мы полтора часа отвечали на разные вопросы и в том числе мне было 19 лет у меня спросили ну а как вы думаете вот возможно возвращение коммунизма я посмотрел на ведущую как на идиотку просто и сказал что перестаньте что вы посмотрите вот мне 19 лет я жил в советском союзе я не хочу больше туда возвращаться мы конечно же не допустим знаете вот такая фраза вас много и одна вот это символ советского союза и такого уже не будет а уж когда вырастут дети которым сейчас по 5 10 20 лет и потом 2015 году приехал в город орел где учился на встречу одноклассников мы пошли в ресторан там было девочки и было лет 20 небольшим которая в какой-то момент когда мы попросили ее принести кофе который она не приносила минут 30 обрала сказал еще у вас много я одна и вот для этого какой-то очень символичный момент что типа ничего не меняется я не меняется или меняется конечно ну как ну у нас конечно олигархический капитализм но это капитализм потом все что сейчас происходит можно давно было посмотреть и прочитать у джека лондона и посмотреть одноименный фильм который снял великий дед всего русского панка дедушка александр николаевич баширов так и называется железная пита олигархи все сказок ну это нужно пройти это ну что ж поделаешь может быть я не знаю может быть мы пройдем это как-то жестким а может быть мы посмотрим на украину по завидуем и пройдем как-то так надо нам к сожалению россии не повезло что мы атомное оружие забрали надо было народ раздать все самим быть без ядерного знаешь я не уверен что могу говорить от кого это слышал но скажем так одного из друзей андрея макаревича вот когда началась травля макаревича такая активная я вас одним его другом играл на бильярде и тут мне сказал что знаешь я вот после того что сейчас случилось с андреем я вообще перестал верить и с уважением относиться к народу потому что народ тебя носит на руках да нет это не народ но это не народ но это вот тоже мы еще начинали дали чего не никогда с отечественным в люди вокруг народе как написал быкова быков в стихотворении разговор с товарищем райкином и вы творили в годы подончества но утешались мечтами с нами была надежда что это кончится но это кончится вместе с так что все равно очень все не то что похоже как бы но вот у меня папа он где-то там много в 30 лет 20 вот дети двадцатого съезда 56 год современник открылся тата там вот теперь потом хрена там чехословакии вот оттуда все забетонизировать до 85 и 85 горбачев то есть он один раз пережил и второй раз пережил я второй раз еще не пережил я один раз пережил вот когда 85 сейчас я жду второго переживания как у меня папаша был счастлив тогда когда он понял что это начинает двигаться на правда он давно говорил что это будет двигаться только если человек какой-то придет у нас очень патриархальная страна у нас как вот начальник так и вся страна у нас начальник говорил говорил нас и страна говорила у нас начальник бухался страна бухал я начальник шпион на все страна шпионы ну каждый раз народ надеется на молодежь в девуш первом году все надеялись на тех кому будем делать все надеются на дудя правильно сейчас родился на друзья какое-то время назад все надеялись не знаю на ксюшу собчак надеялись да не ну ксюша умная и вызывает просто смелости своей ну как не смелость эту наглость и не знаю хороший она вызывает уважение но я кстати но и и подвело вот это гламурные и судьба там вот это блондинка в шоколаде не пом как называлась дом 2 вот эти все штуки но это тоже взросление можно смотреть на ксюшу как вот за стоит также страна взрослые страна взрослеет как ксюша собчак начало стихотворения это орлова надо сказать передать резиновую что касается туда кстати я пользуюсь случаем хочу поздравить ребят и ксюшу и константина со свадьбой советом до любовь горько на вот сюда про дудя давай подробнее про дудя и про поколение друзья ну как-то тут я к дуде очень хорошо отношусь потому что я помню когда он еще футбол у них была футбольная программа с жене савином где-то пару раз приходил там было так вот комфортно с ним очень удобно разговаривать как тут такой человек да и жене сайн-то га снимали все вот какие-то и как бы сидишь нормально трепешься и также я к нему ходил когда интервью давал тоже мне вот ну вот он меня не вызывает никаких никаких отрицательных эмоций вообще не вызывает а к поколению давай тогда вот так ты стал поколение дудя ну как это меня ну как все-таки с два сына из этого поколения дочка сейчас подрастает 18 лет но ты можешь смотреть на них объективно чем эти люди отличаются и отличаются ли они допустим от тебя в те же самые 20 чем-то лет может и не отличаются на то что они пытаются взять на себя ответственность это уже хорошо они может не понимают что они берут на себя ответственность как вот только прикольно бы было сделать это но тем самым они открывают какие такие тем которые были закрыты до или на которые никто не обращал внимание и тем самым берут на себя ответственности темы например не прикольные мы от прикалывали сюда и comedy club это все же как бы есть это никуда не денется там есть замечательные первые и в comedy club и везде но это уже другое про колыму и промеслана это другие темы для юного для молодого человека а его смотрит его ровесь но я кстати сейчас герус мари дуть ему 32 года он на самом деле уже не такой уж и юный человек а поколение которое говорят поколение дудя сейчас это как раз ребята которым сейчас по 20 с небольшим лет ну и дочь моя 18 лет да она живет интернете действительно на там как-то сам ощущаешь себя но она знает английский язык она учится на филолога на переводчик сам себя комфортно ощущаешь в интернет-среде в гаджет нет и нет 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 ни на фоне есть вот этот айфон и я дам вот и все а так нет я меня нет ни в одной социальной сети потому что ты есть вне социальных сетей абсолютно везде этого хватает я не то что мне не хватает мне хватает мне кажется до социальной сети как-то вот я понимаю я же читаю там комменты как захожу куда-то но меня все время вспоминаю вот эти письма люди которые пишут письма восстанкин и захотел узнать что это за люди что за люди такие вот кому же в голову прийти может написать долгое письмо там не знаю о том что там не выпущен поле не выпущено должно быть уже забору про обороне надо живут они же это их много я видел в отделе писем не рассказывал никита хрущев который был начальник отдела писем московских новостей вот который учился с антоном потом он стал начать отдела письма сколько насти я но он не признался но по моему сам я сам-то придумываешь наверняка но не может 80 процентов это то что вот как прям как есть помимо дудя кто для себя герой нашего времени для юрия по-моему было бы неприятно себя чувствовать героем нашего времени где в чем кайфух что они пафосные а герои нашего времени тоже пауз не ноги смотри хорошо люди которые тебе интересны которым ты доверяешь которые на твой взгляд как я не знаю шестидесятые годы джон леннон там боб дилан потом гарик сугачев конечно гарик скачев собчак который ты построил не звали нет сегонечка гарик за хочу ваня хлобыстин дмитрий каратьян вот наверное этот потому что потому что с юности а сегодня но вот но если вы летели меня посмотри я имею сейчас давай хорошо прямой опрос навальный я знаком с навальным и ну как шапочно достаточному по моему мы тогда мы снимали его в гражданине поэте когда мы сидели на этих самых на чистых прудах на лавочке или с ним там вот так же камер стояли мы снимали алексей значит я с ним все дела вы там что-то выпивали даже распивали к нам милиционеры подошли это прям даже есть в этом видео и сказать михао левич мне надо тут и ну мы снимаем ну ладно все равно там запрещено они не знали кто такой хотя там уже прошли эти волнения на чистых прудах потом мы сидели как раз там ксюша было его он так говорю что у меня тогда это какой был 90 наверное только 90 2000 наверное 11 год до наверно 11 год был это и у меня было такое ощущение что не надо вот что он очень очень он политизирован очень он вот структурирован а у меня была идея как больной так и осталось что главнее всего этого фан просто фаном не надо всерьез воспринимать все это не надо фаном и даже как раз потом окупая бай он вот на этой основе как бы он был фаном они какой-то и поэтому так долго там ходили на то что ты любишь пафос это мы уже поняли отдельно не пафос не люблю я люблю фан я люблю улыбку я пробовал пошутить я понимаю что пафос не любишь это уже ты доказал просто даже не люблю всеми возможными способами ну то есть ты не знаешь за кого-то глуп проголосовал случись президентские выборы сегодня вдруг но кто вы как кто президент я не знаю тебя спрашивают есть люди вокруг ничего я бы кого прочитал на их москву говорит за дудя вы проголосовал прямо я не думаю что нахрен дудю надо другой стороны самое главное вот как это где-то я читал я не помню откуда это мысли что надо чтобы вот если мы будем избирать президента надо чтобы он сам не хотел быть вот почти как зеленский который вроде как сначала не хотел не хотел потому говорили нет я володю я володю я володю знаю я володю знаю он приглашал нас гражданином поэтому мы ездили в турецкий какой-то отель где там выступали очень многие украинских юмористов мы там тоже выступали этому это обидно было дико потому что мы приехали по моему в шестнадцатом году я понял что за два года не видел такое количество родных и практически люди с которыми выпьем многое проговорено многое выступали вместе и что-то делали вместе вот они все там были это было клёво но он как вот я со стороны не знаю смотрел не со стороны он на так не принимал участие в оргиях никаких он выпьет там был стаканчик винца и уходит тихонечко а потом там уже но есть там бойцы есть в квартале бойцы то есть хочется что он всегда был в душе политики не да не политик он у него все время чем-то тут варится он все время что-то думает о чем-то он все время вот как бы он все говорит но ты понимаешь он уже там где-то там думает а на твой взгляд если серьезно в россии возможен зеленский почему нет просим все возможно не знаю то ли из-за того что мы в америке сидим я тут уже сколько там шесть дней без спроса по я да нет ты в россии нет такого прям ух прям россии ничего у нас не получится я думаю потерпеть чуть-чуть до того момента когда которого до терпел твой папа ну да да ну чтобы все по спирали же один раз было молодости сейчас она вторая разница получается такой буддист или китаец который ждет пока по реке проплывет мимо труп врага или все-таки надо действовать тут тут же навальный который совсем своим пафосом я считаю что я действует 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 у меня есть профессия я ей могу действовать а вот действует там создавать штабы и там и вызывать людей выйти заниматься непосредственно политика это не про меня вообще я бы я вот у меня есть профессия я клоун да но еще могу по этому поводу просто похохметь и это будет гораздо вот с моей стороны от меня гораздо более продуктивно и эффективно нежно я там чё-то подписывали чтобы этот активный профессиональный шаг вот в этом направлении в направлении изменить что-то кучу какой эффективно думал бы да много его жалко не очень известный фильм на такой трогательный фильм как раки называется ирюша девич снял действительно по-моему единственно российский фильм о коррупции там есть ну может быть наверно были какие-то детективы сериалы но там такая вот история про то как взял взятку отдал взял взятку и умер от переживаний гражданин поэт гражданин поэт все таки это уже сказал что я только про деньги но это нет конечно про деньги это то что происходит я про гражданин поэт о чем мне рассказать анализировать и потому что он не умер он живет он называет сейчас господин хорош нет господин хороший был сейчас он называется гражданин поэт господин хороший сразу хотя мы хотели назвать назваться веселые ребята но потом потому что это был было уже и будут сейчас концерты будут вот в октябре мы просто не выходим сейчас как раньше почему вот когда мы были популярны выходили каждую неделю мы делали выпуск по поводу главной новости на наш взгляд недель на сейчас мы так не делаем сейчас мы только концерты не записываем ролики это и почему мы это не делаем почему так это не у меня надо спрашивать андрея витальевича васильева который забил на это на все и только там разом три в год мы собираемся делать сша вас был когда-нибудь момент в гражданине поэту когда вы вы между собой но чуть ли не пересрались на тему говорить или не говорить за не руна кулакова такого не любом понимает такого не было в этом смысле последний васильев потому что ну все-таки руководил скоб коммерсантом у него юридические то мозги где оскорбление где все-таки шутка он это понимает не было таких вот по поводу политических каких-то момент говорить не по-моему не было так прям перед концертом зайди посмотри как там готовится там василь в татаре вот чтобы люди в англии полицию хотели вызвать думаешь это случилось ну тоже нервничает арен хочет чтобы хорошо все было твой самый любимый номер гражданин поэта ну их много ну наверное говнометы говнометы наверно сейчас говномет ну путина мужик говнометы и высоцкие все читают сейчас попробую догадаться говномет потому что за этим последовало действия по единственным номер гражданина поэта после которого сняли министра культуры пермского края вот как мы дошли мы сняли министр культуры путин и мужик потому что больше там 25 миллионов просмотров до давнишний хит ну и высоцкий там же самое крутое не стареет хотя написано в одиннадцатом году я веду спасибо гражданином их недельное кино а не с подачи путина данным иначе иначе приклеили бы давно а почему это правда и всех иных кто рожеской сороте в кармане фигу делает кремлю и все кто за если кто как бы против и все кто воздержался не люблю несколько личных вопросов совершенно правила я говорю в ельцин-центре прошлой зимой ну да да что какие в нашем возрасте мечты ты сказал я пожилой человек поэтому много детей нужно зарабатывать деньги нужно наконец стать богатым не реально и стать богатым да это не так я не могу назвать себя таким уж нищим бедным но то что детей нарожал и соответствует должен конечно ну значит и кокетничал сказав что надо наконец разбогатеть нет конечно если мне какой-нибудь кто нибудь сейчас подарил какой-нибудь скважину я был бы счастлив это были бы совершенно другие деньги чем сейчас у меня есть я не в том смысле что я реалист я понимаю что жаловаться грех но и если б я еще бизнесом какими занимался им она я не умею заниматься бизнесом потому что есть такая семейная легенда бабушка моя алексеевна некрасова балерина а потом режиссер центрального детского театра она поставила там много интересных кто ты сам брэра там лорд фаунтлерой и когда была война 40 году третьем они жили в нежном новгороде тогда он искал все невозможно невыносимых да уходят деньги непонятно куда все я пойду на рынок и буду сама торговаться ну и конечно все решили посмотреть как они все он будет торговаться и она подходит на это или почему пучок кредитский это 25 копеек башня а 3 за рубль пойдет и весь вот бизнес в нашей семье он на рано или поздно к этому приходит я поскольку разоряться не хочу я лучше тупо зарабатывать чем как-то бизнес как-то раз когда я публиковал фейсбуке фотографии вместе с тобой мне несколько друзей написала ну а чё ж ты никогда не спросишь почему людей не уважает я что а почему людей не уважает ну вот несколько раз мы читали где-то в интернете что он пришел пьяный на спектакль не провел спектакль ушел не тогда написали про нет такого не я больше я ушел не до графа но это написали не пьяный там был это небольшой недоезд там нам задержали спектакль на 40 минут это самаре там в это время просто никто не пишет все написали вот вижу пьяный там а я не пьяный там я в образе там а когда мне орут из зала я раздражен а когда еще я знаю что спектакль задержали на 40 минут это путин проезжал по улице а он тогда был да а меня еще встречали даже кто-то из фсо меня встречал на вокзале гучи такое внимание к моей персоне а это пинтер это вообще никакой не рядом не гражданин появились там такие гримы там все а но вообще интерактив у нас начался залом и был интерактив и в конце я уверен что большее количество народ это там было но две трети то точно хорошо приняли аплодировали потом замечательно это кому-то там где-то в интернете на а вообще много в жизни было эпизодов из серии вот так в детском мультике может мы обидели кого-то зря а я бы отвечал на такой вопрос давно если мне как-то объяснять ты обидел да мне не впадло извиниться вот совсем но я я же не мне не из пустой головой значит что-то пою ли что-то там считаю у меня же есть глава я как бы ну понимаю что это но мы это делаем вот гражданин поэтому не зло это делать там нет злых все это делаем с юмором я если это серьезно читать то конечно ты поймешь что там я больше не про сейчас не про творчество а про какие-то личные человеческие отношения вот оглядываясь на жизнь но глядывая женщин который прям за конечно конечно помимо ситуация со сниманием трусов нет 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 это как раз не я бы не стал рассказать если я так уже был закомплекционно этой теме нет есть есть каждый человек есть свои скелеты в шкафу приходилось когда-либо фантазировать чем бы ты в этой жизни занимался если бы не был сыном своего отца и но футболистом я до сих пор иногда спал дали бы и я бы а я бы выходил вместе с родионовым на из черенкова в то время но футболисты меня не получилось и к сожалению да и занимался там что-то недели вот у меня сын младший может быть хорошо играет но он в юрмале занимается его сейчас на москве надо куда-то определить чтобы тоже не только летом но и зимой и тогда был у отца три сына первый умный вроде был дизина средний так и сяка четвертый от ну а третий футболист скажи отчет больше получаешь удовольствие вот сейчас что больше всего радует отчего прет меня как бы радует и период когда я работаю как вот как я недавно работал просто как режиссер ставил пьесу ваня хлобыстина джума мне вот там понравилось как мы с ребятами поработали потом с детьми мне нравится мне нравится как они растут и вообще ему вот то что дочка вступила сама как называется гиря государственного института русского языка и мне пушкина и прямо на всю сама сделал я даже там ничего никуда не сама выбрала профессию филовых переводчиком моя мама тоже первый год училась в педагогическом институте а потом все равно ушла в артистке так что еще нет ничего не понятно знаешь когда я начинал заниматься журналистики в газете работал часто задавал известным людям простой вопрос чего вы боитесь и все отвечали очень пафсно как раз уже был начал 90 кто-то говорил на смерти бы и болезни родных это же нормальный абсолютно естественно давай по ходу дела прямо поделюсь что это хорошо и вот спрашивал люди отвечали боюсь 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 за своих детей боюсь за страну боюсь там за то то за то и вот однажды спросил бовина александр евгеньевич а чего боитесь я был вместе своим товарищем мы спросили вместе и он так посмотрел сказал более боюсь физической и мы даже так разочарованно посмотрели друг на друга и на него ну типа все боятся каких-то больших вещей а он боится этих и он посмотрел понял что мы не удовлетворены и глядя нас смотрел сказал ребята ну вот посмотрите вам когда-нибудь тяжелой дубовой дверью яйца зажимала нет ну пока тоже попробуй столицы как бы чего боишься правда есть такое вообще да нет а если че-то боюсь то не скажу чтобы думаешь ты ничего не я не могу сказать что я прям боюсь мнение тут боязни мне нету страха у меня есть близливость ко многим вещам но это не страх помнишь у лозы была такая песня понять что лоза твой любимый музыкант шутка были раке строчки мне уже многое поздно мне уже многим не статик удивительных звездам мне никогда не слетать есть какие-то вещи как ричард сам говно и нет нам жизни счастья свой фенда страдокастер на хрен выброшу в окно есть какие-то вещи которые бы очень хотелось сделать в этой жизни научиться попробовать но вряд ли это всегда любите ответить на фортепиано играть и английский знать это так было всегда ну да я но я же не научился довольно ну во-первых английский еще можно выучить английский я могу сказать когда ты две недели здесь живешь или в англии ты все равно так или иначе я живу ну как бы школа английскую закончил никаких педагоги были вспоминаешь и я думаю это не очень не самая большая проблема которая у меня в жизни языки еще бы хотелось вычете хотелось бы какой-нибудь клип снять хотелось бы как режиссер клип снять я не снимал никогда не кино не снимал ни клипа не снимал сначала клипа потом есть вот ну пойму может таким о чем но я не придумываю даже пытался спасать этот сценарий это первым и спектакль был по этому роману это роман зависть юрия короче олеший но это большая нога это про двадцать восьмой год это серьезные деньги это марш я там ведь машина должна ехать оттуда человек вывалится красиво по 10 снимать конечно все совсем минуту задеться начала этой съемки когда я рассказывал о том что я уже какое-то время здесь живут ты что осторожнее засосет да но меня здесь в нью-йорке вряд ли а вот в лос-анджелесе прям такой то есть если бы ты жил в америке долго тот возможно ты бы остался не то чтобы остался другое дел собираться в день в америку собираюсь долг потому что долгий перед через океан это разные вообще разные то разное все поэтому нужно хотя бы там неделя-две шутки нравится что не нравится в америке я уже говорил об этом мне нравится практически все кроме электрических самокатов потому что я марте спускался на велосипеде ленис бич и меня въехал парень на этом электрическом или электронном самокате их очень много там а так вообще ну я не заморачивался на тему нравится или не нравится живут люди они как хотят так и живут пусть смотри у нас остается минуты три и есть что-нибудь о чем я тебя не спросил а что на самом деле ну мало ли вдруг чем бы очень хотелось поделиться рассказать про анонсировать похвастаться не знаю не ну про анонсировать конечно выходе приходите в театр современник на спектакль джума который будет идти уже с октября но не каждый день там будет еще смотрите в репертуарах это пожалуйста но это реклама и даже не хвастовство хотя хотелось бы им похвастаться потому что сначала долго сыгрывались а сейчас вот сейчас посмотрим отпуск прошел нужно будет посмотреть как готовы они играть также весело или нет а что еще еще смотрите фильм полет петра тодоровского и у меня еще один съемочный день нарисовался и фильм картонная пристань который снимается в екатеринбурге я вас лучше заинтригую потом не буду говорить что к чему позже запомните картонная пристань и полет полет от сериала там серии 8 картонная пристань просто фильм ты счастливый человек ну наверное ну чего я буду сейчас не так не хочется мне спасибо спасибо